27 марта в Ледовом дворце Симферополя состоялось открытие первого всероссийского турнира по хоккею шайбы среди детей «Русская весна-2015». Старт развитию зимних игр в Южном регионе дала Севастопольская федерация хоккея шайбы. Турнир, посвященный возвращению Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации, будет проходить три дня. В нем принимают участие детские хоккейные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда и Тулы. Севастополь представляют воспитанники хоккейного клуба «Грифоны». Соревнования проходят в Симферополе из-за отсутствия в нашем городе спортивного катка. Но для Севастопольской федерации хоккея шайбы – это турнир беспрецедентной позначимости. По сути, это заявка на развитие в Южном регионе зимних видов спорта. Глобальная задача следующая – сделать спорт в Севастополе, насколько это возможно, массовым и доступным. Вывести его хотя бы по доступности на уровень советского периода. Я сам, как бы, подросток и юноша советского периода, я помню, слава богу, с памятью все хорошо, что тогда был спорт реально доступен. То есть любой ребенок, подросток из семьи инженера, учителя, не важно кого, он имел возможность при желании заниматься спортом. Правда, тогда не было возможности в Севастополе заниматься видами, зимними видами спорта. Это так. Вот хотелось бы, чтобы спорт стал доступным, то есть, ну реально доступным, то есть максимально бесплатным. Вот так можно сказать. И мы к этому идем. В торжественной церемонии открытия Кубка по хоккею «Русская весна» приняли участие советские и российские хоккеисты, олимпийские чемпионы Сергей Александрович Мыльников, Юрий Васильевич Лебедев, Алексей Васильевич Бусаров и Вячеслав Геннадьевич Буцаев. В честь первой годовщины «Русской весны» на льду столицы Крыма состоялось театрализованное представление, раскрывающее легендарные героические страницы истории города-героя Севастополя.